Продолжение следует... Разделите данные слова на группы. Моря, мячи, река, грибы, море, мяч, реки, гриб. Какие группы у вас получились? Давайте прочитаем. Моря, мячи, река, грибы, море, мяч, реки, гриб. Произнесите слова первой группы. Что вы заметили? Верно. Первый слог мы произносим нечетко. Гласные звуки безударные. Что вы заметили во втором столбике слов? Звуки произносятся четко. С предыдущего урока мы с вами узнали, какие гласные звуки называются ударные, а какие безударные. Давайте откроем правило на страничке 65. Чтобы проверить, какой буквой обозначаются безударные, гласные, нужно в слове изменить слово так, чтобы безударный гласный стал ударный. Например, сова, совы. Давайте еще раз прочитаем правило. Чтобы проверить, какой буквой обозначается безударный, гласный звук в слове, надо изменить слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Сова, совы. Давайте выполним на страничке 65, упражнение 5. Прочитай слова так, как они написаны. Сосна, страна, земля, зима, сосны, страны, земли, зимы. А теперь давай прочитаем, как мы их произносим. Сосна, сосны, страна, страны, земля, земли, зима, зимы. Что ты заметил? Что можно сказать о словах первого столбика? Верно. Выделенные гласные произносятся нечетко. Что ты можешь сказать о словах второго столбика? Верно. Они произносятся четко. Как ты думаешь, какие слова будут проверочными? Верно. Это слова второго столбика. А какие слова будут проверяемые? Верно. Это слова первого столбика. Сделаем вывод. Проверяемое слово – это слово, в котором надо проверить написание буквы, обозначающей безударный гласный. Сова, земля. Проверочное слово – это слово, в котором проверяем. Проверяемая буква обозначает ударный гласный звук. Например, совы, земли. Молодцы, ребята! Чтобы закрепить изученное, выполни самостоятельно на страничке 66 упражнение 6. Давайте сделаем вывод. Сегодня на уроке мы узнали, как проверить безударные гласные слова. Научились распознавать проверочные и проверяемые слова. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуй, дорогой первоклассник! Тема нашего урока – сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида плюс 2 и плюс 3. Сегодня мы с тобой познакомимся, как же выполнять действия с переходом через десяток данного вида. А для этого вспомним состав чисел. Итак, 9 – это 3 и 6. Молодец! 9 – это 7 и... Верно, 2. 9 – это 5 и... 4 – молодец! 3 – это 1 и 2. И, конечно, 3 – это 2 и 1. Ты молодец! Давай решим уст на задачи. Для детского сада купили 3 мишки, 5 собачек и 2 утенка. Сколько всего игрушек купили для детского сада? Верно! Я думаю, у тебя получилось 10 игрушек. Молодец! Вторая задача. Купили 7 машинок, 3 зайки, а мишек столько, сколько машинок и зайчат вместе. Сколько купили мишек? Верно! Я думаю, у тебя получился такой результат. 10 мишек. Молодец! Итак, посмотри, пожалуйста, на какие группы разделили данные равенства? Верно! Первый столбик – это равенство, в которых ответы 10 в пределах одного десятка. А в каком равенстве второе слагаемое 9, а второе на 7 меньше? Верно! 9 плюс 2. Сегодня мы с тобой познакомимся, как решать такие числовые выражения. На прошлом уроке мы уже знакомились вот с такой табличкой. Я буду работать с магнитами, а ты со своим счетным материалом. Приготовься! Итак, к 9 прибавить 2. Выложу в верхний ряд 9 магнитов. Мне нужно прибавить 2 магнита. Сколько магнитов мне не хватает до 10? Верно! 1. Запишем свои действия. К 9 прибавить 1, получится 10. Верно! Но я знаю, что 2 – это 1 и 1. Сколько еще магнитов я должна положить? Конечно, еще один. Выложим во второй ряд. Запишем свои действия. К 10 прибавить 1, получится 11. Верно! Давай запишем наше равенство по-другому. К 9 прибавить 1, прибавить 1, получится 11. То есть, к 9 прибавить 2, получится 11. Верно! Ну, мы сегодня с тобой знакомимся еще со сложением, с переходом через десяток вида. Плюс 3. Мне нужно 8 магнитов синих. И 3 розовых. Приготовься. Итак, к 8 прибавить 3. Выложим верхний ряд 8 магнитов. Сколько магнитов не хватает до 10? К 10 прибавить 1, получится 10. Верно! Ну, 3 – это 2 и 1. Выложим один магнит внизу. Запишем свои действия. К 10 прибавить 1, получится 11. Запишем свою запись по-другому. К 8 прибавить 2, прибавить 1, получится 11. То есть, к 8 прибавить 3, получится 11. Молодец! Выполним следующее. К 9 прибавим 3. Мне понадобится 9 магнитов синих и 3 розовых. Итак, сколько магнитов не хватает до 10? Одного. Выполним действие и запишем. К 9 прибавить 1, получится 10. Верно! 3 – это 1 и 2. Поэтому выложим свои магниты в нижний ряд. Запишем свои действия. К 10 прибавить 2, получится 12. Верно! Запишем по-другому. К 9 прибавить 1 и прибавить 2, получится 12. То есть, к 9 прибавить 3, получится 12. Я думаю, тебе стало все понятно. Откроем наши учебники на страничке 66. Ты увидел знакомые наши выражения. Запомни их. Запиши в тетрадь. Давайте прочитаем данные числовые выражения по-разному. Первое слагаемые. Первое слагаемое 9, второе – 2. Сумма 11. Сумма чисел 9 и 3 равна 12. 8 увеличить на 3, получится 11. Теперь ты знаешь, как нужно вычислять сложение вида плюс 2 и плюс 3 с переходом через десяток. Запомните данные числовые выражения. Решим задачу. Зина купила 6 тетрадей в клетку, а тетради в линейку на 2 меньше. Сколько всего тетради купила Зина? Давай прочитаем условия задачи. Зина купила 6 тетрадей в клетку, а тетради в линейку на 2 меньше. Прочитаем вопрос. Сколько всего тетрадей купила Зина? О ком и о чем эта задача? Верно. Задача о Зине и о тетрадях. Сколько тетрадей купила Зина в клетку? 6. А сколько тетрадей купила в линейку? Верно. На 2 меньше. Что значит на 2 меньше? Это столько же, но без двух. Нам нужно узнать, сколько всего тетрадей купила Зина. Скажи, пожалуйста, мы можем сразу ответить на вопрос задачи? Верно. Нет. Почему? Потому что мы не знаем, сколько тетрадей в линейку купила Зина. Поэтому в первом действии нам нужно узнать, сколько тетрадей в линейку купила Зина. Мы выполним действие вычитания. От 6-ти отнимем 2, получим 4 тетради. А теперь мы можем ответить на вопрос задачи? Верно. Для этого мы решим второе действие. Мы уже знаем, сколько тетрадей в клетку купила Зина и сколько тетрадей в линию. Всего. Какое действие нам нужно выполнить? Верно. Сложение. Поэтому второе действие. 6 плюс 4 получится 10 тетрадей. Ответ. 10 тетрадей всего. Эта задача составная. Я думаю, тебе она понятна. Итак, подводим итог. Сегодня мы познакомились со сложением с переходом через десяток вида плюс 2 и плюс 3. Выполни самостоятельно на страничке 66, номер 1 и номер 4. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!